Как такое возможно? В сети возмутились тем, что УАФ не захотела подписать с Шевченко новый контракт. Футбольных экспертов и болельщиков возмутила информация о том, что Андрей Шевченко хотел остаться в сборной Украины по футболу в качестве главного тренера, но УАФ не предложила ему новый контракт. В сети активно обсуждается, как такое возможно. Подробности скандала в материале «Стиллер». Шевченко хотел остаться, но ему не предложили новый контракт. Как это? Задается риторическим вопросом автор программы «Трендец» Дмитрий Поворознюк. Шевченко созвал пресс-конференцию и рассказал там все то, что сначала шокировало и удивило, а потом еще раз показало, которая персона у нас руководит Украинской ассоциацией футбола. Ох, как долго у нас еще будет этот царь всея футбольной Украины. Сколько еще зашкваров нужно для отставки? И как скоро Павелко скажет, что это все фейки? Добавляет спортивный возреватель Игорь Цвик. Если верить словам Андрея Шевченко, значит руководство его просто кинуло. Очень странно. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкайт. Учитывая, что президент федерации Андрей Павелко, кум-тренера, удивляется Дмитрий Зимин. Между тем, верить Шевченко нет ни малейшего повода. Всем понятно, как человек, привыкший дорожить своей репутацией, он не желает, чтобы ситуация интерпретировалась так, как это выкрутила УАФ. Тем более, что пострадала не только его личная репутация, но и репутация Украины в футбольном мире. И здесь показательна реакция болельщиков. Их позиция практически единственная. Подтверждает голосование на сайте Трибуна, который поставил свои читателям вопрос, кому вы больше верите, Шевченко или Павелко. 95% респондентов отдали свои голоса Шевченко. Эксперты логично задаются вопросом, что же побудило Павелко на то, чтобы отказаться от услуг успешной тренерской бригады. Самая популярная версия, конечно же, связана с финансовой составляющей. У Павелко как-то проскочила фраза, что штаб Шевченко дорого обходится федерации. Предполагаю, что для ФФУ эта ситуация была болезненной. Возможно, кто-то и намекнул Павелко, урежьте. Или тренерский штаб, или зарплату, считает Артем Франков. Напомним, Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа. Под его руководством «Синие-Желтые» дошли до 1-4 финала Евро 2020, где вылетели от Англии 0-4. В начале сентября Шевченко раскрыл причины своего ухода с поста после завершения Евро 2020. По его словам, он и его тренерская команда хотели продлить контракт.